Всем привет, с вами Дислав Беза. Сегодня у нас распаковка ми-ми-мишной камеры, камеры Xiaomi V. Заказывалось у нас в Бангагу, стоимость что-то около 70 долларов. Ну, в общем, это самая дешевая камера, которую я нашел. Значит, отправлена она с 04.20, приехала 05.11, прям вот сегодня, прям вот вечером забрал и прям вот сейчас все распаковывает. Сильно многое рассказывать про нее не буду, так как о ней уже много кто рассказывал, поэтому давайте откроем. Матрица 16 мегапикселей Sony, также есть Wi-Fi различный, но там, точнее, их только два. И у меня какая-то там версия, в общем, перейдете по ссылкам, посмотрите. Если вам интересен обзор, кстати, тут уже кто-то надрезал, и скотч как-то нечего затянут. Если вам интересен обзор, то пишите в комментариях, потому что я знаю, что мой канал могут... Ну, есть люди, которые смотрят только мой канал, и им интересен только мой обзор. О, даже в пленочке. Так, я надеюсь, она хоть работать будет. У меня еще квадрокоптер лежит. После этой камеры мы распакуем аксессуары для этой камеры, и распакуем потом квадрокоптер. Коробочка Wii тут небольшая мятина, но коробка от Xiaomi, вы знаете. Это очень крепкие коробки, то есть, тут написано зеленая, тут всякие харки. Что у нас тут, 60 FPS, да, кстати, она еще может 2К писать в 30 кадров в секунду, и все это у нас будет 6,7 гигабайт. Ну, или Full HD писать 60 кадров в секунду, и все это 9,3 гигабайта. Такая вот короткая информация, давайте пленочку сдерем. Неопытная, я еще пленки сдираю, но скоро научусь. Коробка, я вам скажу, вот я думал, может быть у меня какая-то другая, но она реально какая-то картонная. То есть, вот на видео я смотрел, они там какие-то такие темные. Вот, давайте, может, где-то, давайте картинку ставлю, да. А вот тут у меня реально какая-то картонная. Ну, может, подделка. Пахнет яйцами куриными. Ну, короче, утками, курами и так далее. 79 грамм. Ну, в общем... А где код? Ребята, не вижу кода того самого проверочного, который стираешь и узнаешь оригинал или не оригинал. Версия 1.3. Что-то не знаю, что сейчас будет, но открывается туго. Признак того, что в руках у меня Xiaomi. Ух, какая маленькая. Да, я думал, она будет больше. Вот такая вот миниатюрная камера, вся в пленочках. 5 дюймов телефон. И что? Что-то нажал. И давайте еще сравню с аккумуляторами пальчиками. Вот 4 аккума. То есть 4 аккума у нас, ну, почти... Как эта камера? 4 аккума это даже больше, чем эта камера. Камера. Дальше в комплекте у нас тут все так, короче, сделано. Очень по-хитрому кабель. Вот кабель, короче, для зарядки ее. Давайте заценим кабель. Ах ты ж, пленочка. Кабель прорезиненный. Силиконовый. Такой красивый. И надписи МИ нету. Окей, это потом тут-то даже... Господи, тут даже бархатный такой. Ну, Xiaomi. Так, ладно, макулатура на китайском. Ну, все уже видели, да. И вот такая вот, короче, коробка разваливающаяся. Давайте посмотрим саму камеру. У меня есть карта памяти, у меня есть телефон-китель и сама камера. Давайте ее сразу обдерем. Ах, сюда пока. Отстаньте от меня. Все. Вот такая вот камера зеленого цвета. Не сильно зеленые цвета, но у нас сейчас пасмурная, а света у меня нету почему-то. Запах. Да нету запаха. Нету запаха пластмассы. Тут у нас крышечка. Вот карту памяти. HDMI, microUSB. Тут пластик. Так, дальше аккумчик как-то вот так вот снимается. Протестировать эту камеру мы сможем, когда я буду летать на квадрокоптере. Че, аккума нету? Я понял. Значит, ми-ми-ми. Ага. Вот как. Да, Xiaomi, конечно, красавчик. Я люблю, на самом деле, Xiaomi. Это такие китайские Apple. Так, аккумчик у нас 1010, да? Да, 1010 мАч. Такой вот хлястик, 3,7 В. Толщина небольшая, вес, в принципе, тоже. Давайте сейчас ставим. У меня куча аксессуаров. Ну, да я достаточно много аксессуаров заказал, так что в следующее видео про аксессуары, я думаю. Ещё одни мягкие проставочки. И даже болтики на крышечке. Круто, круто. Давайте сейчас закроем. Вот такая себе камера. Я бы не сказал, что прям... Я что-то ожидал лучшего. Давайте её включим, пока без... Ну, не буду пока закрывать. Эта камера, конечно, дороже, чем SG-4000. Красавцы, Банглогут. А, нет, даже немножко заряжена, да. Эта пищавая, наверное, что нету карты памяти. Значит, да, вырубилась. Есть заформатированная карта памяти. ФА-32, 32 гигабайта. Китайская. Так, тут, кстати, накрутка на штатив. В отличие от SG-4000, тут более современное железо. Амбрево чего-то там. Ну и, в общем, эта камера намного круче. Тут есть также куча режимов. 2К, 240 FPS, да? 240 FPS, 854 на 480 может снимать. И 2К 30 FPS. Ну, а в среднем это Full HD 60 км в секунду. Хотя я не уверен, что от 2К будет снимать. Мне, в принципе, Full HD хватает. Так, как тут делать? Оно пищит. Ну, вот я нажимаю на запись. Оно пищит. Видать, не нравится ей карта памяти. И тут ещё еле-еле светится. Это вообще... Ну, это правильно, что оно еле-еле светится? Или оно должно всё-таки... Да и тут тоже не светится. А, всё, понял. Всё нормально. Так, сейчас попробую тогда переформатировать карту памяти. Разобраться. У меня уже есть приложение с 4 ПДА на русском. И, в общем, сейчас всё попробую сделать. Пока пауза. Итак, я запустил. Всё ещё пищала она, когда я её включал. Но, как видите, на телефон передаётся. Есть тормоза. Ну, в принципе, я думаю, это нормальные тормоза. Тут нам... Ну, мне всё рассказали, как всё подключиться. То есть, в этом классно. Тут у нас заряд камеры показывается. Так, яркость. Даже это большая яркость. Тут заряд камеры. Тут статус подключения. Тут заряд телефона 1%. Ну, 1%. Она долго проживёт. И на данный момент вы видите, какой свет в комнате. Просто у меня нет освещения. И эта камера очень хорошо снимает. То есть, вот, я... Ну, очень всё хорошо снимается. То есть, в принципе, хорошая у неё, как бы, матрица. Так, чё мы тут можем делать? Можем фоткать. Просит форматнуть карту памяти. Форматирование карты памяти. Да, конечно, уверен. Рым-пам-пам. Оно под себя отформатировало карту памяти. Наверное, как-то переназвало. Наверное, всё. Так, фоточка. Фоточка готова. Сделалось в разрешении... Ну, в здоровом разрешении. 4х3, 16 мегапикселей. Тут можем фоточку посмотреть. Давайте проверим, можем ли мы посмотреть фоточку в галерее. Скорее всего, нет, потому что пишется на карту памяти. Давайте попробуем включить видеозапись. Таймлапс. Вау. Круто. Таймлапс это круто, да. Обычная запись. Так, ну, наверное, я не знаю, вряд ли запись сейчас пошла. Или идёт. Это, наверное, настройка записи. А запись у нас включается на эту кнопку. Нет, это делается фотка. Странно, что делается фотка, а не включается запись. Так, тут у нас Wi-Fi включается. А это у нас переключение. Вот это видеозапись. Разрешение Full HD 30 FPS. Вот, как видите, всё нам тут рассказывают. Так, теперь мы идём в настройки. И в разрешении поставим сразу 60 FPS. Хотя у меня фотик 30 пишет. Ладно, запишем 30 для теста. Тут куча настроек. Мне это нравится. Я люблю всё кастомизировать под себя. Итак, давайте нажмём запись на камере. Вот у нас пошла запись. Теперь я могу снимать себя. Снимать свои влоги. Так вот это будет выглядеть. В принципе, мне нравится. Камера достаточно маленькая. Давайте сейчас звук включу, наверное, с фотика. Потому что звук у камеры очень слабый, я так понимаю. Сейчас я её вот так вот держу. В общем, вот такая вот камера. В принципе, больше про неё рассказывать нечего. Ну, в смысле, уже всё о ней рассказано. Если хотите обзор, пишите об этом в комментариях. Расскажу обо всём, что, ну, нарою. Постараюсь максимальный обзор сделать. На этом всё. С вами был Ислабелза. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Ссылка в описании. Всем пока.